В 9 утра на третьем избирательном округе, который разместился в гимназии номер 3, все было готово к выборам депутатов молодежного парламента при областном совете депутатов. Свои места заняли члены окружной комиссии в составе активистов БРСМ из числа работающей молодежи и представители отдела образования, спорта и туризма. Группы поддержки кандидатов вооружились плакатами и речевками, претенденты на депутатскую должность путем жеребьевки определили очередность своих выступлений. За то, чтобы представить в Солигорском молодежном парламенте при областном совете депутатов боролись три кандидата. Алексей Лавриения из 8-й школы, Екатерина Скуценя из 3-й гимназии и Ламека Павел из 4-й школы. Окружные выборы прошли в форме деловой игры. На первом этапе визитная карточка каждый кандидат раскрыл свою личность с помощью группы поддержки. На втором презентовал программу деятельности на посту члена молодежного парламента. Среди предложений как традиционное направление организации досуга и занятости молодежи, так и инновационные идеи о школьном Wi-Fi и праве выбора учебных предметов для старшеклассников. Я надеюсь, что я очень помогу молодежи именно в развитии, в образовании. Ввиду новую структуру образования, может быть, больше буду застрять внимание на каком-то образе жизни, экологии. Это очень ответственное решение создать такой парламент, потому что наши сверстники смогут как-то помочь себе решить все свои проблемы, быть ближе к делам государства. Я пока являюсь подростком, и поэтому я более тонко чувствую проблемы молодежи, поэтому их нужно устранять и пытаться находить новые пути для развития. Первая сдача это будет внедрение в молодежную среду с роботом жизни, так как сейчас очень актуальны эти проблемы, связанные с топорогварением, алкоголь и также ВИЧ-инфекцией. И поэтому я хотел бы заострить свое внимание на эти проблемы. В итоге наибольшее количество баллов набрала десятиклассница третьей гимназии Екатерина Скуценя, председатель ученического самоуправления, активист БРСМ, член районного детского парламента и школьной команды КВН, школьный лидер Екатерина успевает и в учебе, и в общественной деятельности. В молодежном парламенте активная гимназистка намерена продвигать молодежные инициативы и приносить пользу своему району. Это большая ответственность, но я была готова к этому, потому что это моя деятельность, мне очень нравится политика, общество ведения, и вот это, как говорится, мой конек. В результате окружных выборов в Солигорский район в молодежном парламенте при Минском областном совете депутатов представят Екатерина Скуценя из третьей гимназии, Артем Бань, учащийся Солигорского горно-химического колледжа, Даниил Гончар, десятиклассник второй школы, Виктор Трухан, девятиклассник второй гимназии. Первое заседание парламента состоится в апреле.